В Дрездене как-то грустно. Смотришь на всю эту архитектуру и понимаешь, что все это практически современный город. Современный, потому что в годы Второй мировой войны Дрезден практически полностью разбомбили. После налета войск союзников, а здесь работали американцы и британцы, не осталось ни одного уцелевшего здания. Да-да, мне тоже непонятно, зачем было бомбить исторический центр, самое сердце города. Но вот как такое можно бомбить? Как сюда можно было сбрасывать бомбы? Я не понимаю, это же все-таки наше общее достояние. Но на войне, судя по всему, у многих мозги отключаются. Конечно, восстановить город в довоенном виде было нереальным, поэтому власти ГДР приняли решение реконструировать часть зданий, а вокруг исторического центра отстраивать уже новый Дрезден. И здесь войска союзников все бомбили, и вот этот театр, он тоже практически восстановлен из руин. Ну, это просто кошмар какой-то. Вот там, возможно, была информация, что заменировали, поэтому здесь везде, везде, везде работали саперы, и они везде на этих зданиях поставили памятник, что они сменяли. После сапера в работу начали строители. То, что осталось от былых комплексов, заложили в основу реконструированных. Несложно отличить, какие кирпичи сохранились после бомбежек, а какие были положены уже в 20 веке. Вот на месте этой церкви тоже были руины, потом ее восстановили. Она сейчас кажется как будто бы в шахматном порядке выложена, но на самом деле черные камни – это те камни, которые были в той старинной церкви, а белые камни – это уже современная. На месте ныне прекрасного храма Богородицы груда камней лежала вплоть до 1993 года. Тогда в этом районе начали археологические работы, а строительно-восстановительные в полном масштабе запустили позже, только в 1996 году. Представить сложно. Сейчас этот потрясающий волшебный храм открыт, и попадая в него возникает ощущение, будто приоткрылись двери в рай. Пафосно, но зато честно. Там очень красиво. Вот я в таком, мягко говоря, шоке, потому что смотришь вокруг, кажется, что все старинное, такая старинная архитектура. Вообще сложно представить, что некоторые здания были построены буквально 20 лет назад. Ну, не построены, реконструированы, но практически построены, потому что от старинных зданий остались буквально какие-то фрагменты, какие-то кирпичи. И вот, например, в этом комплексе тоже здесь то подлинное, что сохранилось, оно черного цвета. И, как мы видим, черного цвета здесь не так много. А уже все вот эти желтенькие пупсики, это уже все реконструированные, восстановленные скульптуры. Многие здания, конечно, не решили восстанавливать, а те, которые подверглись реконструкции, до сих пор еще не восстановлены. По крайней мере, в некоторых местах работы еще ведутся. Ну, сюда, конечно, стоит приехать хотя бы для того, чтобы еще раз вспомнить, что происходило буквально в середине прошлого века. Здесь понимаешь, что даже самые умные люди, самые образованные люди, они не застрахованы от гордыни, тщеславия и от ошибок, которые в результате этого возникают. Поэтому доверять кому-то все невозможно, нельзя. Нельзя, чтобы в мире был кто-то один лидером. Иначе может произойти то, что произошло в нашем мире буквально 70 лет назад. Ну что ж, отправимся в сегодняшний Дрезден, тем более, что это совсем рядом. Исторический центр Дрездена – это, пожалуй, самый маленький исторический центр европейского города, который я когда-либо видела. Мне кажется, его, ну, за час, я не знаю, можно заглянуть в каждый уголок, подняться на каждую лесенку, сфотографироваться с каждой статуей. И буквально уже в двух минутах от этого исторического центра наш современный Дрезден, который, в принципе, вот он такой весь город. Он современный, он послевоенный. Простите за неполноту рассказа о городе, но мне не всегда хочется посещать музеи. В Дрездене было больше желания просто погулять, посмотреть на людей, на туристов. Здесь, кстати, очень много путешественников в возрасте. И мне это так нравится. Кажется, что бабушки и дедушки не стареют душой, по крайней мере, точно продолжают жить. Хотя, конечно, у каждого из них и свои болезни, и тяжелые десятилетия за плечами. Кого-то пенсионеры могут удручать, меня, наоборот, заряжают оптимизмом. Я вот тоже хочу быть потом в будущем бабушкой, которая будет сидеть за таким же столиком на набережной, с чашкой капучино и черничным чизкейком. Гид рассказывает, что в 19 веке в Дрездене было жить дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге. И вот она отметила, что по сегодняшний день ситуация сохраняется такой же. Нам повезло. Рядом проходила ярмарка. Может, это глупо, но я думала, что такой формат бывает только в России. Так тихо, спокойно здесь. Такая ярмарка сельская, хотя Дрезден это город. Дымят колбаски, примется пиво. Окунемся в современную народную культуру в Саксонии. А вот так в Дрездене выглядит ярмарка. Здесь продают какие-то продукты, видимо, местные фермеры. А умельцы и ремесленники продают свои изделия, кружево, какие-то игрушки. И, конечно, здесь продают немало еды, в том числе колбаски. Раз уж мы в Германии, мы должны их отведать. Вот она моя немецкая колбаска. Красивый и печальный город. Не знаю, как местные думают, но для меня этот след войны слишком очевиден в Дрездене. Куда не посмотришь напоминания. И это не только архитектура. Что говорить об искалеченных судьбах тысяч семей. Держись, Европа. А люди, успокойтесь и включите мозги. Нельзя допускать подобные трагедии. А ведь они происходят не из-за кого-то, а из-за нас. Раз случилось, значит, позволили этому произойти. Вы, ваши лидеры, вовремя не открыли глаза, подумать, наверное, вообще забыли. Обвинять кого-то в своих бедах – самый простой способ снять с себя ответственность. Вот если в вашем частном доме течет крыша, разве сосед в этом виноват? Построил криво, вовремя не укреплял и теперь чинить должен. Вот такие мысли, навеянные, наверное, не только Дрезденом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова